Александр Волков Александр Волков родился 24 октября 1988 года в городе Москва. Мальчик вырос в спортивной семье, хотя никто из его близких родственников не являлся спортсменом-профессионалом. Родительский пример определил пристрастие подростка. Уже в школе парень посещал спортивную секцию бокса, а когда тренера из-за финансовых проблем ушли из спорта, юноша сам отправился на поиски серьезных клубов с сильными наставниками. Удача улыбнулась, и вскоре парень нашел себя в секции смешанных единоборств. Правда, по окончанию школы на время прекратил свои занятия, так как надо было поступать в институт. В УЗИ также имели спортивные секции, и Волков выбрал каратэ, одновременно занимаясь боксом. Тренер юношей познакомил его с Владимиром Вороновым, который на то время занимался популяризацией смешанных единоборств России. После приглашения на сборы клуба Александр вступил в ряды компании Red Devil. С этого момента начинается его профессиональная карьера. Свой первый поединок Александр Волков провел 19 апреля 2009 в Санкт-Петербурге, на втором турнире M1 Selection. Тогда его противником являлся Николай Плешаков, который очень быстро проиграл нокаутом. В своем втором поединке на M1 Selection 3 он также победил в первом раунде техническим нокаутом Адама Алиханова. В своем третьем бою он потерпел неудачу. Всему виной был недостаток опыта. Не соблюдая технику борьбы, оказался побежден Ахмедом Султановым, который применил свой коронный прием – рычаг локтя. Саша вернулся 4 октября 2009 на M1 Selection 8, где победил техническим нокаутом в первом раунде Абдухалика Магомедова. Через три недели с тем же результатом техническим нокаутом в первом раунде победил Смбата Закаряна. 3 декабря 2009 победил единогласным решением впервые в своей карьере на M1 Challenge 20 Ибрагима Магомедова. В апреле 2010 прошел Виталий Яловенко. В мае 2010 удушающим приемом сзади победил Александр Ромощенко. 22 июля 2010 потерпел второе поражение в своей карьере, также с помощью удушающего приема сзади от Максима Гришина. 7 августа 2010 в первом раунде победил Эльдара Ягудина. 18 сентября 2010 в первом раунде техническим нокаутом победил Евгения Бабича. 10 декабря 2010 прошел бой против Патрика Беннета на M1 Challenge 22. Судьи единогласным решением отдали победу его оппоненту. 15 января 2011 в первом раунде техническим нокаутом победил Руслана Чепко. 28 апреля 2011 во втором раунде техническим нокаутом победил Дениса Гольцева. 5 августа 2011 в первом раунде победил техническим нокаутом Недьялко Караджова. 7 октября 2011 во втором раунде с помощью технического нокаута победил Бахадира Ибрагимова. 20 ноября 2011 в первом раунде с помощью технического нокаута победил Арсена Абдулкеримова. 23 февраля 2012-го единогласным решением одержал победу над Рико Родригесом. 26 мая 2012-го техническим нокаутом в первом раунде победил Стефана Стаковича. 5 октября 2012-го Александр Волков дебютировал в промоушене Беллатор. На Беллатор 75-го с помощью единогласного решения он победил Брэта Роджерса. Затем на Беллатор 80-го с помощью технического нокаута во втором раунде победил Венюса Кейруса. 14 декабря на Беллатор 84 единогласным решением победил Ричарда Хейла. Это был финал гран-при тяжелого веса. Александр Волков завоевал титул чемпиона Беллатор в тяжелом весе. 15 ноября 2013-го Александр Волков защищает свой титул Беллатор в тяжелом весе. На Беллатор 108 против Виталия Минакова, где проигрывает техническим нокаутом в первом раунде. 7 марта 2014-го на Беллатор 111 Александр Волков возвращается. И в первом раунде с помощью технического нокаута побеждает Марка Холота. Затем 11 апреля 2014-го на Беллатор 116 нокаутирует Май Тимо. И в итоге проходит финал гран-при тяжелого веса, где с помощью удушающего приема побеждает Благо Иванова. 12 декабря 2014-го техническим нокаутом в первом раунде побеждает Роя Болтона. 21 февраля 2015-го с помощью единогласного решения побеждает Алексея Кудина. 10 апреля 2015-го раздельным решением судей проигрывает Тони Джонсону. Затем в следующем бою также раздельным решением проигрывает Чайку Конга. После этих двух спорных поражений Александр Волков завершает карьеру в Беллатор. Он возвращается на М1 Челлендж 64-е 19 февраля 2016-го, где побеждает с помощью треугольника в третьем раунде Дениса Смолдарева. Затем на М1 Челлендж 68 нокаутирует Аттила Вега. 19 ноября 2016-го он дебютирует в UFC на турнире UFC Fight Night Мусаси против Холл 2, где раздельным решением судей одерживает победу над Тимоти Джонсоном. 15 апреля 2017-го единогласным решением побеждает Роя Нельсона. 2 сентября 2017-го происходит бой двух небоскребов – Стевана Штруве и Александра Волкова, где Александр техническим нокаутом побеждает в третьем раунде. Я действительно чувствовал, что могу попасть, попадал. И это то, что подламывает на самом деле, когда по тебе поведет соперник, но ты эти удары игнорируешь и идешь вперед. То же самое, что было с Роем Нельсоном, когда он попал по мне несколько ударов оверхендов в своих фирменных, которыми он вложил также Штрува, и я шел вперед. Просто нужно, когда ты выходишь на бой, быть готовым к ударам. Если ничего там такого нет, просто нужно быть готовым. Самое страшное, если ты удара не видишь, тогда тебя удар нокаутирует. Когда ты видишь удар и его пропускаешь, и можешь идти дальше. Просто на пропущенном ударе ситуация не кончается. Потому что многие на спаррингах привыкли ударить удар, и как будто бы ситуацию выигрывали. На одном пропущенном ударе ситуация не кончается. Ситуация кончается. Она может быть более длинной и закончится независимо от пропущенного одного или двух ударов. Можно закончиться в пользу другого бойца. Поэтому просто нужно было все удары, которые пропускал, их сразу отыгрывать. Ну и плюс хотел показать хороший бой. Наконец-то появился соперник, которому я мог провести бой в стойке, полноценно, без борьбы, без ничего. Поэтому все вместе, все эти компоненты вместе. Но я, в принципе, люблю порубиться. Не могу сказать, что я в других боях сильно разбегаю такой бескомпромиссной рубки. Просто она у меня своеобразная, скажем так. Я все-таки стараюсь минимальным уроном выйти, но урона тоже пропускаю. Поэтому это просто обычная работа, ничего необычного. 17 марта 2018 проходит один из самых значимых поединков в карьере Александра Волкова. Он вышел против ветерана ММА Фабрисио Вердума, где нокаутировал его в четвертом раунде. 6 октября 2018 Александр Волков встретился с Дериком Льюисом. Александр начал бой уверенно, проведя несколько успешных комбинаций. Льюис пытался размашиста атаковать в ответ, но его удары являлись настолько очевидными и медленными, что россиянин без труда их избегал. За три раунда соперники успели побороться в партере, побиться в клинче, и Волков находился в шаге от победы. Но за минуту до финальной сирены пропустил чудовищный по силе удар от уставшего соперника. Поединок закончился нокаутом Волкова. 11 ноября 2019 единогласным решением судей победил Грега Харди. Свой следующий поединок Александр Волков пройдет 21 июня 2020 года против Кертиса Блейдса. Буду рад со всеми пообщаться. Также не забываем про поддержку и мотивацию. А лучшая мотивация – это финансовая мотивация. Ссылочки также в описании.